Тут еще одно событие в ближайшие дни, которое немного расстраивает, но касается всех жителей нашего региона, в частности города. Город Иркутск, столица Восточной Сибири. Когда-то это была столица всей Сибири, от Томской до Аляски, Кадьякские острова, Алиутские острова. Но это чистая история. Сейчас в данном формате понятие Восточной Сибири и Прибайкалье. Город Иркутск, столица Восточной Сибири и Прибайкалья. Вот, кстати, у меня возник вопрос, надо посмотреть, проконсультироваться с достоверными источниками. Какой город у нас столица Западной Сибири? Можете написать в комментариях. Мне будет интересно ваше мнение. Западная Сибирь с какого периода такое понятие Западная Восточная Сибирь появилось? И все-таки какой город? Вот Новониколаевск, то есть Новосибирск или Томск. Ну, край Красноярский, это наши соседи западные, он огромный. Столица Красноярского края это Красноярск. Он появился раньше, Острог. В начале, наверное, все-таки 17 века. А Иркутск это вторая половина. Официально 1661. Почему-то 16 июля. Символично, потому что я родила 16 июля. Ну, не 1661 года. Поэтому можете, кому интересно, поделитесь в комментариях. Потому что на самом деле мне интересно мнение людей, еще раз говорю, мне интересно. Мотивация, ценности, взгляды. Ну, конечно, мое поколение постарше, но и, в принципе, люди, которые уже за мной идут. То есть им сейчас 35, 38, кому-то 30, кому-то 25. Пять, скажем так, вот в таком промежутке. По поводу, там одна женщина написала. Конечно, каждый имеет право на свое мнение. По поводу того, что мы русские. Я считаю, что мы все-таки не являемся все русскими. Во-первых, у нас всех, абсолютно у всех разные предки в роду. Ну, если мы чего-то не знаем, это не значит, что... Ну, то есть каждый человек может себя отнести к любой группе национальной, этнической. Мне даже больше нравится слово «этническая группа». Но учитывая, что даже в 20-й век были такие перемещения, я уже говорила, специалисты их отправляли в другие регионы. Если провести генетический анализ, то у каждого... Нет, вот дети немножко шумны. В роду есть этносы разные. Те, кто у нас проживает в нашем регионе, есть этносы азиатские. То есть это монголы, буряты, тонгусы. У кого-то даже могут быть тофалары, якуты, поскольку это население, которое на протяжении нескольких веков здесь находилось. Про монголов она написала, там сделала выпад. Я говорила о том, что она меня неправильно услышала, потому что мы разные люди, у нас по-разному работает схема восприятия и обработки информации. Я говорила о том, что первым государством, которое помогло Советскому Союзу в 1941 году, когда началась война Великой Отечественной, это была Монголия. И об этом почему-то умалчивается. И не тогда, в 90-х, учебниках об этом не было, и, по-моему, даже до сих пор. То есть об этом узнаешь потом, когда изучаешь какие-то моменты, связанные с тем периодом. И, как у многих людей, у которых есть предки, проживающие здесь, в роду есть монголы. Если провести генетический анализ, то, возможно, у 50% коренного, скажем так, населения, за несколько поколений, кто здесь живет, в регионе нашем, монголы, буряты есть. На самом деле там очень много групп, то есть есть баргуты, есть тугуты, это все монгольские. Это не просто одно слово «монгол». А женщина почему-то среагировала на то, что, ну вот езжайте, конечно, я съезжу при возможности. Мне интересно, я люблю путешествовать, да. И по России мне было бы интересно, и соседние наши, тем более такие соседи, которые поддержали в трудное время. Но это не значит, что я жажду переехать окончательно. И, конечно, если бы у меня так сложилось, и какие-то обстоятельства по работе и так далее, я бы съездила. Но это не значит, что я жажду прям ставлю главной целью своей жизни уехать. Ни в коем мере. Я считаю, да, где родился, там пригодился. Да, раз родилась я на территории Советского Союза и проживаю на территории России, значит, я считаю, что все-таки мне лучше быть здесь. Но другие люди имеют право на другую точку зрения. И кто-то там в США. Да, у меня был момент, я была по работе в США около недели. Там действительно очень много иммигрантов, тем более Нью-Йорк, деловая столица Соединенных Штатов Америки. Ну, в основном это иммигранты все-таки Москва, Санкт-Петербург, раньше Ленинград, Киев. Ну, с украинских городов, населенных пунктов. Так что по поводу Монголии, она неправильно меня поняла. Это женщина Елена Соколовская такая вот дама. Все-таки интереснее вживую. А когда вот так вот пишут с каких-то левых страниц, я даже не знаю, что это за человек, сколько ему лет, а кто он сам, какие у него этносы в роду. Ну, и вот это по теме того, что предки у кого какие. И по этническим своим корням мы все не русские. То есть у нас есть, конечно, в роду у многих русскоязычные предки, но помимо этого у всех практически есть другие этносы. В зависимости, кто где родился у кого-то. Я не так давно узнала, вот в 23-й год, и это здорово, что я узнала, мне это интересно. Есть Эрзия и Мокша, а когда-то их почему-то записали вот просто Мар-2. Оказывается, там не только Эрзия и Мокша, там еще есть народности, этносы. То же самое на Волге очень многое. Вообще правильно их назвали булгары. Это отдельная тема, но вот я изучала, их назвали булгары. Потом откуда-то появилось слово татароц. Оно достаточно новое, то есть прошлый век, 20-й. Там тоже очень многое от нас проживает, над нацией. Я привела пример просто, а женщину как-то это задело вдруг заживое. Что нету других народов, наций на территории России, что мы все русские. Но я считаю, что... Нет, ты можешь себя считать русским. В принципе, я себя... Даже я вот сейчас задумалась, кем я себя считаю. И белорусской я себя считаю, потому что белорусы в роду. Но я родилась не в Белоруссии, но мне интересна культура белоруса. И что я должна ехать и жить в Белоруссии. Но если бы по работе меня пригласили, какой-то проект, я бы поработала и пожила. Потому что это интересно, побыть на родине своих предков. Но это не значит, что я с концами хотела бы уехать и остаться там, в Белоруссии. Мне и здесь неплохо. Я родился там и пригодился. У меня есть в роду булгары, болжеские народы. Тоже интересно побывать, посмотреть. Друзей с Казани, например. Казань, Уфа. И остальные города. Нижний Новгород. Да, кстати, язык тоже, все тюркские языки, огромная группа на самом деле языковая. Тоже интересно хотя бы один знать, чтобы понимать остальные. То есть у нас очень много народов. Почему мы говорим, что мы русские? Да, русский язык является государственной территорией России. Так сложилось исторически. Но зачем умолять и как-то принижать? Я просто не понимаю причины, для чего это делать. Умолять и принижать все народы, которые проживают на территории России. А как же наши вот эти вот... В школах у нас было, не знаю, как сейчас. 12 июня тоже в городе проходили мероприятия. И люди с удовольствием одевали одежду своих предков. Ну, либо приготовили ее там в заранее национальную одежду. О том, чтобы показать, сколько народов. Вот еще раз говорю, так сложилось исторически, что Иркутск это многонациональный. Я не понимаю все-таки позицию этой Елены Соколовской. О том, что нету других наций и народов. Есть только нации русские. Это как-то глупо реально звучит, как будто человеку 15 лет. Реально как-то глупо. Вот. И у нас все здесь изначально. То есть и белорусы очень много. И украинцы были. И все равно потомки украинцев проживают. Которые еще, может, там 200 лет назад сюда, 100 лет назад приезжали. Или там, допустим, во второй половине 20 века. И, естественно, мусульман очень много. И татары, башкиры, чуваши, мардван, вот я говорю, Эрзей Мокша. И люди из бывших соцреспублик. Узбеки, таджики, киргизы. И есть каракалпаки. Может, кто-то не в курсе. Это тоже отдельный этнос. И Кабардины, Балгарцы. И очень много армян у нас так сложилось. И азербайджанцы до сих пор их потомки. Ну, раньше было еще чеченцы. Сейчас их, конечно, я думаю, есть, но очень мало. И грудин очень мало тоже, кстати. Раньше больше было. И тем более студенты. Кто-то остается из Латинской Америки, из Индии, из Пакистана, из Сирии, из Египта. Ну, то есть, вот этот ряд арабоязычных государств Ближнего Востока. И вьетнамцы, кстати, у нас. Ну, раньше больше китайцев было. Сейчас есть метисы. То есть, мама русская, папа китайцы. Здесь у них свой бизнес и так далее. Поэтому как-то глупо было говорить, что есть только нация русская. Русскоязычный, да. Государственный язык русский официальный. Так сложилось исторически. Но для многих людей, проживающих, которые являются гражданами России, коренными, там много поколений. Немцы есть у нас, корейцы есть у нас. Но это этнические уже, они здесь рождены. И для них первым языком был совершенно другой язык и остается. В общем, не совсем я понимаю позицию этой женщины.